Это программа День с толком, в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Гибнут из-за беспечности в регионе увеличилось количество аварий на мотоциклах и мопедах с участием несовершеннолетних. Щенки не сыпятся с небес. Как в Барнауле будут бороться с хаотичным размножением животных? И почему зоозащитники могут праздновать маленькую победу? В Алтайском крае стартовала приемная кампания в вузах. Для тех, кто поступает платно, есть неприятный сюрприз. Алтайскому краю катастрофически не хватает рабочих рук. По подсчетам, крупнейший российский онлайн-рекрутинг платформы, этот показатель ниже среднероссийского уровня почти на 20%. Похожая ситуация, правда, наблюдается по всей Сибири. Хуже всего обстоят дела на кадровом рынке в Кемеровской области. Потом идет Алтайский край. Немного проще с поиском сотрудников в Томской области. Тем временем специалисты прогнозируют лишь ухудшение ситуации в целом по стране. Через 10 лет в России, возможно, будет не хватать почти 4 миллиона рабочих рук. Такое может случиться из-за несоответствия потребностей рынка и профилей выпускников вузов и колледжей. Эксперты считают, что максимальный переизбыток можно ожидать по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Более 3,5 миллионов выпускников колледжей и училищ, наоборот, скорее всего, будет не хватать, утверждают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. А тем временем приемная кампания в вузы стартовала сегодня по всей России, в том числе в нашем крае. В этом году учебные заведения ожидают, что поступающих будет больше, чем в прошлом году. А значит, и отбор абитуриентов предстоит достаточно серьезный. Для них вузы увеличили число профессиональных направлений. О них, количестве бюджетных мест, а также о том, насколько выросла стоимость обучения в алтайских вузах, расскажет Данил Кузнецов. Приемная комиссия Алтайского государственного университета. Народу пока немного, но документы уже подают. Юлия Киркегард не абитуриентка, уже студентка. В этом году поступает в магистратуру. После юриспруденции решила получить диплом специалиста по международным отношениям. В связи с тем, что очень часто бываю в Европе, и мне очень бы хотелось понять вообще природу политики, экономики и так далее. В прошлом году привели статистику, было 10 обучающихся, и 8 из них было бесплатно, и 2 платно. Получится ли у нее учиться в магистратуре за счет государства, пока неизвестно. Экзамены будут позже. Но точно можно сказать, что раньше ей, как и многим другим абитуриентам, поступление далось бы легче, поскольку бюджетных мест в магистратуру было больше. Сейчас же часть из них отдали на бакалавриат. Притом такая тенденция наблюдается отнюдь ни в одном вузе. Наши работодатели, они спокойно принимают на работу выпускников бакалавриата, потому что это уже сложившиеся обученные инженеры, которые могут спокойно работать на предприятии. И магистратура с ее научной составляющей может быть не так интересно уже нашим работодателям. Зато бакалавриат и среднее профессиональное образование нужны как никогда. С ними связано и важное нововведение в системе госэкзаменов. Теперь один из предметов по ОГЭ или ЕГЭ можно пересдать, если не устраивает оценка. К 15-20 июля было абсолютно понятно, у кого какие ЕГЭ, у кого какие результаты. И вот к этому времени примерно уже было понятно, как сдают те, кто сдают внутренние испытания вуза. То есть сейчас просто эта точка отодвигается во времени. Что касается бюджетных мест, то здесь ситуация напоминает прошлый год. Их число осталось примерно на том же уровне. В ОГЭ более трех тысяч, в политехе примерно две. Педагогический готов обучить за счет государства свыше 1300 студентов. Зато для платников есть неприятные изменения. Конкретно цены. Они выросли. В классическом университете по большей части на уровень инфляции – 4,5%. В политехе – на 7-8%. Рекордсменом стал педагогический, который сравнял цену с остальными вузами. Стоимость обучения в этом году действительно увеличилась. Порядка 15-17%. Это связано с размерами нормативных затрат, утвержденных на 2024 год набора. Минимальная стоимость, если мы говорим про студентов первого курса бакалавриата – это 115 600 рублей. Это программа педагогического управления подготовки. Есть и вариант с целевым обучением. В этом году подать заявку на него легче. Поможет сайт «Работа России», который призван свести работодателей и абитуриентов со всей страны. На платформе будущий студент сможет сразу подать заявку на заключение договора после просмотра всех условий, которые выдвигает организация. Сам договор будет подписан уже после зачисления человека в учебное учреждение. Тотальный дефицит специалистов сегодня в определенной степени играет на руку абитуриентам. Рискуешь не пройти на бюджет – учишься по целевому направлению. Но в этом случае студент должен отработать у компании-спонсора от 3 до 5 лет. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другим темам. ДТП с участием несовершеннолетних на мотоциклах и мопедах участились в Алтайском крае. Недавние аварии в Третьяковском, Благовещенском и Мамонтовском районах, в котором двое подростков погибли и один серьезно пострадал, вызвали общественный резонанс. В целях предотвращения печальной статистики барнаульские инспекторы провели профилактический рейд в Барнауле. Много ли в городе выявили нарушителей? Смотрите в сюжете. Не успели заехать в пригород Барнаула казенную заимку и сразу нарушители. Инспектор ГИБДД остановил транспортное средство. За рулем мотороллера «Муравей» водитель без прав. Водительское удостоверение есть? На любое транспортное средство? Нету? На нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа. Это за отсутствие прав. Но водитель мотороллера к тому же отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. А это ему грозит уже арестом от 10 до 15 суток. Тут же другой несовершеннолетний водитель и снова без водительских прав. Молодому человеку, так как ему 17 лет, составлен протокол, направлен на комиссию, где в ближайший вторник будет рассматриваться штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Подобные рейды ГИБДД провело и в черте города. И здесь та же картина. Документов у водителя нет. В итоге транспорт подлежит эвакуации. С наступлением летнего периода, говорят инспекторы, двухколесного транспорта на дорогах становится в разы больше. Но их водители зачастую ведут себя беспечно, что приводит к трагедиям. Так только в июне в ДТП с мототранспортом погиб один ребенок и двое молодых людей. Еще пятеро пострадали. Инспекторы настоятельно призывают молодых водителей соблюдать ПДД и быть внимательными. Мотоциклы, скутеры, мопеды – транспорт, управление которым сопряжено с особым риском. За ним стоит жизнь как собственная, так и других людей. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Смарт-буфет с полезными продуктами появился в одной из барнаульских гимназий. Это первое учебное заведение в регионе, где ребятам уже в следующем учебном году станет доступна услуга быстрого питания. Заказы онлайн. Как работает новинка и чем удобен такой формат перекуса, знает моя коллега Мария Костылева. Теперь ученикам 131-й гимназии не придется стоять в очередях в столовой или бежать на перемене в соседний магазин, чтобы перекусить булочкой или соком. Сегодня в стенах учебного заведения пополнение. Новенький постамат – аппарат долгожданный, поэтому в гимназии праздник. Первое время в постамате на 23 ячейки будут доступны 18 позиций. Фруктовые, батончики, печенье, сок, вода, выпечка и не только. Заказ сделать проще простого, формат онлайн. И в течение часа пакетик с перекусом уже будет лежать в ячейке. В дальнейшем планируют пополнять и менять ассортимент в зависимости от предпочтений школьников. Один из главных критериев – никаких вредностей, тем более фастфуда. Кстати, установить такие аппараты предложил комбинат школьного питания. Было такое желание, чтобы все-таки сохранить концепцию здорового питания. Поэтому мы сделали возможность, что родители могут внутри у себя отфильтровать те позиции, которые ребенок имеет право заказать. То есть, если родители не хотят, чтобы ребенок брал, допустим, шоколад, то они ставят галочку, и шоколад не будет доступен к заказу. Директор гимназии 131 уверен, умная установка также разгрузит и очереди в столовой. Плюсом к тому, каждый перекус будет проходить тщательный контроль. Каждый продукт, он в индивидуальной упаковке, и получается здесь, что не нарушена она. Я знаю, что не попадет туда ни пыль, ни грязь. Для нашего региона такой формат питания в новинку. Однако во многих школах других крупных городов России, возьмем, к примеру, Москву, мобильный перекус довольно давно и успешно вписался в школьные будни учеников. К слову, многие учебные заведения нашего региона охотно поддержали нововведение. Думаю, нашим школьникам это очень сильно понравится. Ну и, конечно, в будущем мы планируем у себя поставить такой же буфет. Протестировали работу нового аппарата и школьники. Ребятам все понравилось. Через приложение, через сайт можно заказать еду буквально в 4 клика. И в течение часа можно забрать свой заказ по мере готовности. В начале сентября, с учетом мнения мам и пап учеников, здесь планируют утвердить точное меню. В свою очередь, директор комбината школьного питания Сергей Косых отметил. Умные установки появятся еще в трех барнаульских школах. Но это уже в следующем учебном году. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. Стерилизация домашних собак в Барнауле может стать бесплатной. Такой вопрос сейчас прорабатывают в администрации города. И этот подход можно назвать крайне гуманным, считают зоозащитники. Ведь вместо того, чтобы убивать животных, власти наконец-то возьмутся за причину проблемы. Как любят подчеркивать эксперты, щенки не падают с небес. Таким образом, город будет придерживаться комплексного подхода. Во-первых, это максимальная стерилизация всех, кто живет на улице. Во-вторых, это стерилизация домашних животных. Скорее всего, это будет в форме гранта. На начальном этапе будут выделены средства на полтысячи собак. Акцент на четвероногих, проживающих в частном секторе. При этом хвостатым, вероятно, сразу же поставят чип, чтобы внести животное в городскую базу. На совещании в мэрии также предложили заодно решить вопрос доставки собак на стерилизацию. Если, например, речь идет о шариках, тузиках и барбосах, которые всю жизнь сидят на цепи. Глобальная стерилизация и работа с населением, по мнению экспертов, принесут плоды уже через три года. Важный момент в этой истории. Чиновники начинают понимать, что просто бесконечно убивать собак экономически невыгодно. И, по сути, бессмысленно. Стерилизация сократит расходы на отлов и содержание животных в будущем. В этом Барнаул теперь опирается на позитивный опыт других регионов, например, Нижнего Новгорода. Отметим, пока все это находится на стадии разработки, но уже дает надежду на разумность и здравый смысл. Ну а мы переходим к другой теме. Лучшую сиделку определят в крае. Конкурс профмастерства среди помощников по уходу в регионе проводят впервые. Он призван, с одной стороны, повысить уровень навыков специалистов по патронажу, с другой – поднять престиж благородной, но не всегда благодарной профессии. Подробнее смотрите в сюжете. Так, теперь мы умывание глаз используем. Даже манекена умывать нужно бережно и аккуратно, как живого. Ошибка думать, что в обязанности сиделки входит только тревожное отсиживание времени у кровати лежачего больного. От помощника по уходу все гигиенические процедуры требуют особой подготовки. Ее уровень – 25 сиделок – демонстрируют на конкурсе профмастерства. Все манипуляции должны выполняться безопасно как для подопечного, так и для исполнителя. Сейчас это девочки как раз и демонстрируют. Не должна нарушаться технология выполнения. Они этому всему обучены. То есть это специалисты своего дела. Есть немножко где-то какие-то погрешности, которые мы учитываем. Но здесь сказывается еще, конечно, человеческий фактор, потому что люди волнуются. Но так проходит все очень замечательно. Я очень рада, что у нас в этой сфере такие специалисты. Хочется посмотреть, как другие работают, себя, как говорится, показать, что-то новое узнать. Все работают абсолютно по-разному. У каждого своя технология. И это очень интересно. Разный у всех и стаж работы. От пары лет до нескольких десятков. Победитель получит 100 тысяч рублей. Призеры по 80 и 60. Но для многих участников приз – всего лишь приятный бонус. Есть люди, которые пришли, например, ухудшены совсем, а потом он может уже сам привстать и сесть на коляску, как говорится, или в кресло. Это очень радует. Когда они вас встречают утром, это дорогого стоит. Частичка души должна быть понимания, общение, чтобы общались все с ними. Не происходит какого-то перелома, когда человек впервые пробует поработать? Ну, со мной не было такого. Бывает, что приходят, смотрят и возвращаются на работу. У каждого свое. Конкурс начался еще с отбора участников. В анкете заявки указывают сведения об образовании и наличии диплома. Каждая участница, как правило, это женщина, прошла теоретические испытания. Эту и практическую работу оценивают семь экспертов. Например, конкурсным заданием предусмотрено тоже вроде бы мелочь. Вот у нас есть открытые окна, да, при этом проводим гигиенические процедуры. Есть участники конкурса, которые обращают на это внимание и задают вопрос потенциальному нуждающемуся. Холодно, не холодно закрыть окно, не закрыть окно. То есть вот эти вот моменты, они также очень важны. Это тонкие, но важные моменты. Побороться за приз заманчиво, говорят участники, но не это главное для тех, чья работа проявляет человечность. Помощь сиделке бывает нужна не только людям с инвалидностью, но и здоровому человеку, временно оказавшемуся на больничной койке, например, после операции. В Министерстве соцзащиты края подтверждают, что престижность благородной, но в последние годы не слишком благодарной профессии нужно, наконец, повышать. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Жители Барнаула стали активнее подавать заявки на благоустройство дворовых территорий. В этом году в мэрию поступило в два раза больше заявок, чем в прошлом. Прямо сейчас в городе ведутся работы в нескольких дворах. На одном из них побывала наша съемочная группа. Было у нас болото. А стало у нас комфорт, благополучие. Стали у нас тротуары появились. Жители дома на Островского 16 теперь могут ходить по тротуару, а не по проезжей части. Их двор преображается на глазах по нацпроекту «Жилье и городская среда». Проведен ремонт асфальтового покрытия, входных узлов, водоотведной системы, автопарковки и не только. Совсем скоро во дворе установят игровую площадку и поставят скамьи. Мы периодически с целью контроля выезжаем на объекты. Были мы на объектах ранее в индустриальном районе. Вот сейчас мы приехали в Ленинский район. Этот двор, он достаточно проблемный в части расположения самого дома, уклонов, которые здесь есть на территории дома. И вот сейчас мы приехали и посмотрели, что действительно удалось решить проблему с тем, чтобы вода не скапливалась на земельном участке. Тот график, который мы заказчику предоставили, пока мы от него не отстаем. То есть движемся в соответствии, даже где-то опережаем. Всего в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 39 дворов. Сумма бюджетного финансирования порядка 210 миллионов рублей. В Ленинском районе это 6 территорий. Попова 37, 96, Островского 16, Георгий Исакова 210, Научный городок 21 и Шукшина 22. И опыт уже благоустроенных дворов вдохновляет многих барнаульцев. На сегодняшний день жители активно принимают участие в голосовании и в комитет жилищно-коммунального хозяйства. Поданы заявки по благоустройству 32 дворовых территорий, которые будут рассмотрены на общественной комиссии в августе текущего года. Все большее количество домов подает заявки. И самое главное уже подходит к этому вопросу осознанно. Потому что получается комплексное благоустройство территории. Это и спортивные площадки для детей, и зоны отдыха. Многие обращают уже внимание на те критерии, которые необходимы для победы, для прохождения по данной программе. Что касается жителей Наостровского, после того, как подрядчик выполнит работы, и жители, и власти продолжат наводить порядок во дворе. Для этого необходимо завести грунт на отсыпку и обустройство клумб. Ирина Корчегина, День Столка. Владимира Ленина обновят. В центре Барнаула отремонтируют два памятника вождю мирового пролетариата. На Ленинском проспекте работы уже начались, а для монумента на площади Советов идет поиск подрядчика. Сейчас напротив здания Краевого суда у памятника Ленину выставлены строительные леса. Сам монумент огражден лентой. Скоро его должны будут зачистить, отреставрировать подиум и в целом покрасить вождя. Подрядчика для Владимира Ленина на площади Советов пока не нашли. По контракту он должен будет капитально отремонтировать памятник в течение 30 дней. Добавим, у Краевого суда монумент появился в 1937 году. На площади Советов в 1967-м, в честь 50-летия Октябрьской революции. 20 миллионов рублей выделили на преображение второго этажа театра музыкальной комедии. Деньги предусмотрены по проекту развития культуры Алтайского края. К ремонту уже приступили. Так во всю идут работы в кафе на втором этаже театра. Прежнее место для буфета станет театральным, со сценическим пространством для разных мероприятий. Но при этом там можно будет перекусить. Особых изменений в оформлении обновленного здания, по словам директора, не предвидится. Дизайн проекта театра создали еще два года назад, но сейчас его доработали и отдали на согласование. Ну, можно сравнивать с первым этажом, да, вот он такой лаконичный, красиво, все аккуратно. Возможно, какие-то будут арт-объекты, как люстры, допустим, какие-то определенные. Но это пока все в тайне и неизвестно, как это будет выглядеть в конце концов. Потому что дизайн проекта один, время идет, этих люстр уже нет, придется покупать другие. И вот сейчас эта работа идет по согласованию нового дизайн проекта. Обновится также фойе второго этажа. Несмотря на корректировку в дизайн проекте, по плану ремонт должны завершить к середине ноября, к 65-летнему юбилею Музкомедии. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну, а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok